Мир наших внуков. Логотип. Мир наших внуков. Джакобин. США. Ноам Хомский рассказывает об ИГИЛ, о климатических изменениях и о том мире, который могут унаследовать грядущие поколения Дэвид Барсамян. Дэвид Барсамян. Фото. East News. Журнал. Джакобин. С гордостью публикует интервью, которое журналист Дэвид Барсамян. Дэвид Барсамян. Взял у профессора Ноама Хомского. В нем Хомский рассказывает о корнях ИГИЛ и о том, почему ответственность за его возникновение несут Соединенные Штаты Америки и их союзники. В частности, он заявляет, что вторжение в Ирак в 2003 году спровоцировало межконфессиональный раскол, приведший к дестабилизации иракского общества. В результате возникла такая атмосфера, в которой финансируемые из Саудовской Аравии радикалы смогли преуспевать и разрастаться. В интервью также говорится о недавних злодеяниях Израиля в секторе Газа. Хомский говорит об этом в контексте той важной роли, которую Израиль всегда играл для США. Затем он переходит к расистскому отношению к эмигрантам из Гватималы, которых превращают в козлов отпущения, а также прослеживает условия, заставившие их покинуть свои дома из-за жестокого разрушения их страны в эпоху администрации Ригана. И, наконец, Хомский делится мыслями об усиливающемся движении за климатическую безопасность и объясняет, почему, на его взгляд, это самый неотложный вопрос в наше время. В полном виде интервью передаст На левом фланге мало столь важных и энергичных деятелей, как профессор Хомский. Надеемся, что вы прочтете это интервью и поделитесь им с другими людьми. Подчеркивание Ближний Восток объят пламенем от Ливии до Ирака. Появляются новые джихадистские группировки. Сейчас все внимание приковано к ИГИЛ. Что вы можете сказать об ИГИЛ и о его происхождении? Ноам Хомский Всего пару дней назад появилось интересное интервью с бывшим сотрудником ЦРУ Грэмом Фуллером. Грэм Фуллер Являющимся одним из ведущих аналитиков по Ближнему Востоку. Называется она «Соединенные Штаты создали ИГИЛ». Это одна из тысяч теорий заговоров, которые бытуют на Ближнем Востоке. Но здесь совсем другой источник, прямо из самого центра американского эстаблишмента. Он поспешил отметить, что не хочет сказать, будто бы США решили дать жизнь ИГИЛ, а потом финансировали его. Его довод, и он кажется мне очень точным, состоит в том, что Соединенные Штаты создали фон и условия, в которых рос и развивался ИГИЛ. Отчасти это был такой стандартный заход с кувалдой, круши все, что тебе не по душе. В 2003 году США и Британия напали на Ирак, совершив серьезное преступление. Как раз сегодня Британский парламент дал правительству полномочия снова бомбить Ирак. Это вторжение оказалось разрушительным для Ирака. На самом деле, Ирак уже был фактически разрушен. Во-первых, в результате десятилетней войны с Ираном, в которой, кстати, Соединенные Штаты поддерживали Багдад. А во-вторых, в результате санкций, действовавших на протяжении десяти лет. Вводившие эти санкции авторитетные дипломаты называли их геноцидом, а некоторые в знак протеста подали в отставку. Они уничтожили гражданское общество, они усилили диктатора, они заставили население полагаться на диктатора как на гаранта его выживания. Наверное, именно по этой причине его тогда не отправили по пути других диктаторов, которые были свергнуты. И, наконец, в 2003 году США решили напасть на Ирак. Многие Иракцы сравнивают это нападение с вторжением Монгольской Орды, но спустя тысячу лет. Оно оказалось очень разрушительным. Сотни тысяч людей убиты, миллионы беженцев, миллионы перемещенных лиц, уничтожение археологического достояния и богатства страны со времен шумеров. Одним из последствий вторжения стала политика раздувания межуобщинных религиозных противоречий. Сила вторжения и их гражданский директор Пол Бример задумали блестящий план отделить друг от друга суннитов, шиитов и курдов и заставить их вцепиться друг к другу в глотки. Через пару лет после начала вторжения в стране бушевал крупный и жестокий межконфессиональный конфликт. Вы увидите его, если посмотрите на Багдад. Если вы возьмете карту Багдада, скажем, от 2002 года, то заметите, что это был смешанный город. Сунниты и шииты жили в одних и тех же кварталах, заключали между собой браки. Порой они даже не знали, кто суннит, а кто шиит. Так бывает с протестантами, которые не знают, из какой протестантской группы их друзья и знакомые. Были трудности, но вражды не было. На самом деле, пару лет обе стороны заявляли, между суннитами и шиитами никогда не будет конфликтов. Мы слишком сильно смешались в нашей жизни, там, где мы живем, и так далее. Но уже к 2006 году там бушевала война. Конфликт охватил весь регион. Сегодня конфликты между суннитами и шиитами разрывают его на части. Естественная динамика конфликтов такого рода заключается в том, что наиболее радикальные элементы начинают брать верх. У них есть корни. А корни эти произрастают с территории важного американского союзника Саудовской Аравии. Она является ведущей союзницей США в Ближневосточном регионе с тех пор, как Вашингтон начал всерьез заниматься региональными делами, фактически с момента образования государства Саудовской Аравии. Это такая семейная диктатура. А причина ее существования в том, что там колоссальные запасы нефти. Британия до США обычно предпочитала радикальный исламизм светскому национализму. Когда ее сменили Соединенные Штаты, они по сути дела заняли такую же позицию. Радикальный ислам сосредоточен в Саудовской Аравии. Это самое экстремистское, самое радикальное исламское государство в мире. По сравнению с Саудовской Аравией Иран, толерантная и современная страна, не говоря уже о светских государствах Ближнего Востока. Саудовская Аравия не просто руководствуется экстремистской разновидностью ислама-вахабизмом в салахитской версии. Она считает себя государством-миссионером. А поэтому Саудовская Аравия, используя огромные нефтяные ресурсы, пропагандирует свою доктрину по всему региону. Она создает школы, мечети, готовит духовных лиц повсюду, начиная от Пакистана и кончая Северной Африкой. Экстремистская версия саудовского экстремизма – то учение, которое подхватил ИГИЛ. Поэтому идеологически он вырос на почве самой экстремистской формы ислама, в саудовской версии. Следовательно, те конфликты, которым дали жизнь США со своей кувалдой, разрушили Ирак, а сегодня распространяются повсеместно. Вот что имеет в виду Фуллер. Саудовская Аравия не просто обеспечивает идеологическую основу, которая привела к радикальному экстремизму ИГИЛ, но и финансирует эту организацию. Нет, не саудовское правительство, а богатые саудовцы, богатые кувейцы и прочее. Они оказывают финансовую помощь и идеологическую поддержку джихадистским группировкам, которые возникают сегодня повсюду. А источником нападения на этот регион являются США и Британия. С них все началось. Именно это имел в виду Фуллер, когда сказал, что ИГИЛ создали Соединенные Штаты. Можно с уверенностью говорить о том, что, по мере развития этого конфликта, они будут проявлять все больше экстремизма. К руководству придут самые жестокие, самые непримиримые группировки. Именно так происходит, когда средством взаимодействия становится насилие. И происходит почти автоматически. Так бывает в жилых кварталах, так бывает в международных делах. Динамика здесь совершенно очевидная. Так все это и происходит. Вот откуда появился ИГИЛ. Если им удастся уничтожить ИГИЛ, то они получат себе на голову нечто более экстремистское. А СМИ ведут себя послушно. В своем выступлении от 10 сентября Обама упомянул две страны в качестве успешных примеров американской стратегии противопартизанской борьбы. Какие это страны? Сомали и Йемен. Наверное, в тот момент у многих отпали челюсти, но в комментариях на следующий день по этому поводу царило молчание. В Сомали все особенно ужасно. В Йемене достаточно плохо. Сомали – очень бедная страна. Не буду вспоминать всю ее историю. Но одно из самых больших достижений администрации Буша в ее контртеррористической политике, которая стала поводом для большого хвастаства, состоит в том, что ей удалось закрыть благотворительную организацию «Барракад», которая подпитывала терроризм в Сомали. Пресса тогда сильно возбудилась. Это было настоящее достижение. Но спустя пару месяцев начали всплывать факты. Оказывается, эта благотворительная организация не имела никакого отношения к терроризму в Сомали. Но она имела прямое отношение к банковскому делу, коммерции, гуманитарной помощи, к больницам. Она помогала сохранять жизнь чрезвычайно обнищавшей и ослабленной сомалийской экономики. Закрыв барракад, администрация Буша положила всему этому конец. Вот такой вклад они внесли в контртеррористическую борьбу. Эти новости заслужили несколько строк в прессе. Об этом можно почитать в книгах по международным финансам. Вот что они сделали с Сомали. Был момент, когда так называемые «Исламские суды», «Исламская организация», добились в Сомали некоего мира. Не самая лучшая власть, но, по крайней мере, она была мирной, и люди более или менее признавали ее. А вот США не могли с этим примириться, и поэтому они поддержали вторжение эфиопских войск, чтобы разрушить эту систему и снова превратить Сомали в ужасную неразбериху. Такое оно – великое достижение. А у имена есть своя история ужасов. Поговорим о Национальном общественном радио и о его утренней программе. Ведущий Дэвид Грин взял интервью у репортера, работающего в Газе, и снабдил его собственным комментарием, обе стороны понесли ужасный ущерб. Я тогда подумал, неужели Хайфу и Тель-Авив сравняли с Землей, как и Газу. Вы помните высказывания Джимми Картера о Вьетнаме? Не только помню. Мне кажется, я был первым, кто эти высказывания прокомментировал. Наверное, я и по сей день остаюсь единственным человеком, кто их комментировал. Картеру, этому защитнику прав человека, на пресс-конференции в 1977 году задали довольно мягкий вопрос, не кажется ли вам, что мы несем определенную ответственность за войну во Вьетнаме, а поэтому должны помогать вьетнамцам после войны. Он заявил, что мы ничего им не должны, ведь разрушения были взаимными. И это прошло без комментариев. Но Картер был лучше своего последователя на президентском посту. Когда пару месяцев спустя государственный муж Джордж Буш, Ай, говорил об ответственности после Вьетнамской войны, он заявил, что после войны во Вьетнаме остается лишь одна нравственная проблема. Северные вьетнамцы выделили недостаточно средств, чтобы передать нам останки американских летчиков. Эти безобидные и ни в чем не повинные пилоты, обрабатывавшие посевы или что-то там еще над центральной Айвай, были сбиты кровожадными вьетнамцами, которые теперь не передают нам останки. А потом он заявил, но мы люди милосердные, поэтому мы простим вьетнамцев и позволим им войти в цивилизованный мир. То есть, мы позволим им развивать торговые отношения и так далее, которые мы, конечно же, разорвали. Но для этого им надо прекратить то, что они делают, и выделить достаточно средств, чтобы загладить свою вину за совершенное во время войны преступление. Что тут комментировать? Один из вопросов, который постоянно поднимают власти Израиля и до тошноты повторяют здешние корпоративные СМИ, это хартия Хамас. Эти люди не признают государство Израиль, хотят стереть его с лица земли. У вас есть некая информация об этой хартии и о предыстории. Эту хартию, очевидно, подготовила небольшая группа людей, человека 2-3, и было это в 1988 году, когда Газа подвергалась жестоким ударам израильской армии. Вы помните приказы Рабина? Это было в основном ненасильственное восстание, на которое Израиль отреагировал с невероятной жестокостью, уничтожая лидеров, подвергая людей пыткам, ломая кости в соответствии с указаниями Рабина. И вот в этих условиях очень маленькая группа людей обнародовала документ, который они назвали «Хартия Хамас». Никто с тех пор не обращал на него никакого внимания. Это был ужасный документ, если к нему присмотреться. Единственными, кто обратил на него внимание, были израильские спецслужбы и американские СМИ. Он им страшно понравился. А всем остальным не было никакого дела до этой хартии. Политический лидер Газы Халет Машаль, Кейлд Маш, сказал, «Ладно, все это в прошлом, этого нет. Хартия не имеет никакого значения. Но нет, имеет. Это ценный инструмент пропаганды. Но существует и другой документ, они не называют его Хартией, но это основополагающие принципы правящей коалиции Израиля. Это не какая-то там маленькая группа людей, это правящая коалиция Ликуда. Идеологической основой партии Ликуд является движение Херут Менахема Бегина. У них есть учредительные документы. В этих документах говорится, что сегодняшняя Иордания – часть израильской земли. Израиль никогда не отказывался от своих правопритязаний на иорданские земли. То, что мы сейчас называем Иорданией, они называют историческими землями Израиля. И они никогда от них не отказывались. У этой самой правящей партии Ликуть есть избирательная программа. Она была подготовлена к 1999 году.